У нас есть сейчас список ритейлеров, порядка 50 позиций, международные и федеральные, те, кто пока приостановили свое развитие в регионах. Во всех регионах? Во всех регионах. А всего сколько ритейлеров? 500, условно говоря? Всего, ну, сотни, да. Сотни, сотни. Ну, 50 уже, да. 50 это, конечно, не подавляющее большинство, и никак не большинство, и какая-то прямо-таки значительная часть. Но такого раньше не было, да? Такой был только в прошлый кризис. То есть сейчас большинство из них приостановили на неопределенное время развития. Что это значит? Они открываются, ну, в Москве, само собой, во всех комплексах, которые уже открываются, большинство ритейлеров открываются. В регионах очень осторожно рассматривают. Кто-то сказал, нет, точно, мы в ближайший год вообще не рассматриваем. Ну, кто-то смотрит на лучшие проекты. И в Казани пока такого флагмана, большого, крупного, следующей миги пока не начинается. Но хочу отметить, что в эти 50, ну, около 50 арендаторов не входит якоря. То есть продуктовики все так же хотят, все так же рассматривают. И все те проекты, по которым мы ведем с ними переговоры, ничего не изменилось. Тем более, что проекты еще на начальной стадии, поэтому логично их еще рассматривать. То есть это в основном фэшн, бытовая техника, так же ничего не изменилось. То есть в основном это одежники. Несколько имен таких лидирующих ритейлеров, но большинство операторов средний плюс, скажем так. То есть они хуже всего себя начали чувствовать, а демократичность их нет меньше всего. Что сыграло свой рот? Кольбание доллара, во-первых, и неопределенность именно с этим. Плюс санкции, да, тоже непонятно. То есть политика все-таки, не экономика сыграла свой рот? Да, они не понимают, что будет, поэтому приостановляют развитие, чтобы отсидеться немножко, посмотреть, что будет, и уже дальше развиваться или вообще остановить развитие.